МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему ярмарки до сих пор проводят как в 90-е? Как направить торговлю в цивилизованное русло, расскажет начальник городского департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. Ка и Герда снова вместе, а потомство белых медведей отправят в другие зоопарки. Синоптики прогнозируют оттепель и обильные осадки. При таких условиях подтопление некоторых дворов и домов очень вероятно. Потому под окнами на этой неделе работала тяжелая снегоуборочная артиллерия. Ситуация требует быстрой реакции не только от управляющих компаний, но и от жильцов, их ответственного отношения к общедомовому имуществу. Александр Сульдин наблюдал за масштабной уборкой снега. В городе объявлен снежный штум. Во дворах и внутри квартала заметно больше тяжелой техники. Избавляются от сугробов в низинах. Срок недели, дальше тепло и потоки талой воды угрожают затопить дворы и подвалы. Территорию 18-го дома на Октябрьской очистили до асфальта. А сколько раз вы возили? Два раза. За зиму? За зиму два раза. Два раза 19 машина, второй раз 43. А вот на овощехранилище сугробы. Талая вода от них пойдет под уклон, а там дом. На будущее владельцев ячеек просят это учесть. Улица Кропоткина, 92. Место одной из опасных для подтоплений. Располагается в низине. Там дальше многоэтажки поднимаются к Красному проспекту, как бы ступеньками все выше и выше. Талая вода сбегает вниз вот к тем новостройкам. Поэтому, чтобы ее было меньше, сегодня снег вывозят вот оттуда. А здесь, возле дома, его будут рыхлить, чтобы стал мягким и пушистым и быстрее растаял. Юрий Емельянов живет в этом доме. Отмечает, проблемы есть. У нас обычно вот здесь скапливается вода со всего микрорайона. То есть это не наш снег виноват. Снег всего микрорайона. Каждую осень здесь проводят собрания собственников жилья. Решают, какие работы включить в тариф. Вывоз снега учитывают каждый год. Опыт, который приходит с годами. То есть здесь, когда уже ежегодно приходится вывозить, чтобы люди знают, сколько нужно вывозить снега. И закладывают в тарифе уже 5-10 машин. Бывает и больше. В центре почти два десятка мест в зоне паводкового риска. По всему городу почти две сотни таких дворов. Ситуация требует быстрой реакции и управляющих компаний, и жильцов домов. Вывоз снега за счет взносов жильцов. Здесь очень важно, вот сколько заплатили. Насколько рассчитывали. Собирали взносы, планировали, безусловно, там, скажем, ну, в одних объемах зима оказалась более снежной. Вывезли один раз, а требуется два раза, или три, или четыре. Есть примеры, когда четыре раза вывозили за эту зазиму. Избежать подтопления дома позволит только ответственное отношение к общему имуществу. Это касается и двора, и заснеженного овощехранилища. Мэрия проводит уборку на городской земле и магистралях внутри кварталов районной администрации. Противопаводковые комиссии уже принимают обращения от граждан. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирская неделя. Корректировки генерального плана одобрили представители комиссии по градостроительству городского совета депутатов Новосибирска. И теперь документ рассмотрят на сессии. Она пройдет на следующей неделе. Над обновлением генерального плана работают уже два года. Особое внимание в документе уделили сохранению зеленых зон в социальной и транспортной инфраструктуре. Даже если мы сбалансированно подойдем именно к освоению территории и к строительству, если мы не будем подтягивать своевременно транспортную инфраструктуру, развязки, дороги и все остальное, то, соответственно, город у нас встанет в коллапсе. Обновленный генплан закрепляет статус рекреационных зон, в том числе для участков, которые раньше таковыми не являлись. По мнению проектировщиков, к 2030 году в Новосибирске будет уже около двух миллионов жителей. Потому предусмотрено развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Запланировано шесть новых станций метро. А также 77 школ, детских садов еще больше – 136. После того, как генплан рассмотрят на сессии, у депутатов будет два месяца, чтобы утвердить программу развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В Новосибирском Академпарке стартовал образовательный марафон для начинающих предпринимателей, ученых, разработчиков. Им помогут быстрее воплотить бизнес-проекты в жизнь. Идеи участников касаются сферы IT, медицины, нано- и биотехнологий. Как помогают и чему учат в проекте «Астарт» расскажет Елена Богатырева. С виду это обычная игра. На деле – инновационная система обучения для детей с нарушением слуха. Сегодня хирургия позволяет восстанавливать слух. Однако на освоение мира звуков требуется несколько лет. Когда ребенок рождается по слуху, например, в три года, он все равно должен этот весь путь пройти. То есть до шести месяцев у него идет формирование, вообще понимание, что где звучит, как это где звучит. Дальше он начинает интонировать и пробовать эти звуки на вкус, на слух, на речь. То есть он начинает с ними манипулировать. Инновацию, способную облегчить обучение детей с нарушением слуха, оценили специалисты бизнес-ускорителя «Астарт». Проект получил грант – 2 миллиона рублей. Сегодня у разработчиков готовы три виртуальных локации – деревня, город и квартира. В дополнение – подвижные квесты. Есть некая задача, то есть находить нужно в определенной последовательности, и когда ребенок находит этот объект, наводит на него телефоном или планшетом, он видит анимацию и есть некая следующая задача для продолжения этого квеста. В планах у разработчиков создание следующих локаций. Например, семья собирается в отпуск и заранее сможет познакомить ребенка со звуками аэропорта или моря. Он эти звуки слышал, он в них ориентируется, он их дифференцирует, он их узнает, он радуется, что он узнает эти звуки. И для него это важно, для него это уже понятный мир. Начинающие предприниматели, студенты, молодые ученые и разработчики каждый сезон получают возможность создать собственный технологический бизнес. На этот весенний бизнес-ускоритель «Астарт» было подано почти две сотни заявок. От точки А в точку Б проекты придут за полтора месяца, но останется их чуть более десятка. Именно они станут новыми резидентами бизнес-инкубатора «Академпарка». В этот «Астарт» мы решили взять всех ребят по максимуму, для того, чтобы дать всем шанс. Но при этом мы и сейчас на открытии, и вообще сразу ориентируем на то, что, скажем так, отбор будет жесткий. Большинство идей рождаются во время совместной работы предпринимателей и экспертов. Впрочем, зачастую анализ рынка и опыт менторов могут трансформировать идею. Ребята приходили с идеей выбора мест в самолетах. С соседями, которые тебе понравятся, ушли с доставкой багажа. Собственно, через несколько итераций работы с экспертами. И даже сделали первые продажи. Бизнес-ускоритель «Астарт» уже запустил более двухсот успешных стартапов. Финалистов этого сезона определят в апреле. Елена Богатырева, Олег Кролевец. Новосибирская неделя. Новосибирский виртуальный помощник Николай обошел роботов-соперников на престижном конкурсе в индустрии колл-центров. Николая признали одной из лучших разработок благодаря тому, что он обрабатывает 15 тысяч звонков в сутки и постоянно обучается. Николай не только успевает больше, но и с легкостью, например, распознает неразборчивую речь. Как работает электронный помощник, узнал Алексей Фазлеев. Мы позвонили в единую региональную информационную справочную службу 122. Этот голос хорошо знаком всем, кто звонит в единую справочную службу или набирает номер 124. Отвечает робот Николай. Он вежлив, умен, может записать вас, к примеру, к врачу. Но главное, он всегда свободен. Проверим. Попробуем позвонить одновременно с двух телефонов. Вы позвонили в единую региональную информационную справочную службу 122. Все разговоры записываются. Параллельно Николай может общаться с сотней абонентов. Каждый день робот принимает около 15 тысяч звонков. Трудится неустанно 24 на 7. Голосовой помощник полностью виртуальный. Вся информация хранится на серверах. В этом серверном шкафу, в том числе, развёрнута само программное обеспечение. «Святая святых», где находится, по сути, мозг робота Николая, шумно, но вполне комфортно. Чтобы интеллектуальный консультант трудился бесперебойно, здесь поддерживают постоянную температуру, не выше 17 градусов и влажность не более 52%. Места для информации требуется больше и больше. Николай сначала обслуживал клиентов МФЦ, теперь консультирует по вопросам распространения коронавируса и работает в единой регистратуре. Если робот не может ответить на вопрос, он автоматически переводит звонок на оператора колл-центра. Николай, конечно, под спорье, но полностью человека не заменит. Так экстренные звонки службы 112 ему не доверяют. Пока технологии не готовы к внедрению таких роботов на первой линии на экстренных оперативных службах. Когда там порой секунды решают всё. Этого бояться не надо, это, так сказать, не будет историей. При этом до 70% обращений по другим вопросам Николай отрабатывает без проблем. Любой звонящий может поставить роботу оценку по пятибалльной шкале. Результаты успеваемости видят разработчики. Они продолжают обучать Николая. Расширяют его словарный запас и придумывают всё новые сценарии общения с пользователями. К примеру, по описанию симптомов он уже может определить, какому врачу вас записать. Мы продумываем, каким образом лучше человека довести до оператора сразу же. То есть мы не гоняем людей по VR, как это делают операторы сотовой связи, банки. То есть у нас цель есть – либо сразу же отвечаем на вопрос, либо переводим на оператора, чтобы сэкономить время на линии. Задача сократить время ожидания при звонке в колл-центр до минуты уже достигнута. Дальше не менее амбициозные планы, справочные возможности робота Николая в ближайшее время хотят расширить. Интеллектуального помощника подключат к решению вопросов в ЖКХ, социальной поддержке и к работе портала Госуслуги. Алексей Фазлеев, Евгений Макаров, Новосибирская неделя. Новосибирцы жалуются на коммерческие ярмарки. Есть такие, например, в районе улицы Хилокской. Местные жители рады были бы видеть там, например, современные павильоны. Однако формат ярмарки обычно зависит от статуса участка земли и ничего другого разместить там нельзя. Сделать торговлю цивилизованнее и выгоднее для города экономически помогли бы особые правила. Пока же ярмарки в мегаполисе организуют пообщим для всего региона правилам. Подробнее об этом поговорим с новым начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Какие правила организации коммерческих ярмарок на территории региона и города? Действует порядок, утвержденный постановлением правительства Новосибирской области, номер 303-П. Не допускается какое-либо конкурсное проведение процедур отбора участников, если есть две или более заявок на одну и ту же площадку на одно и то же время. Получается, кто первый подал заявку, тот и будет проводить на определенной территории ярмарку, если вообще на этой территории допустимо проведение ярмарки. Ярмарки свыше 30 дней – это не те ярмарки, куда приезжают сельхозтоваропроизводители Новосибирской области, фермеры. Мы говорим о ярмарках, проводимых коммерческими структурами, как платное мероприятие для участников. Так вот, для таких организаторов мы считаем просто расточительностью предоставлять муниципальную землю бесплатно, либо за те копейки, которые существуют сейчас. Поэтому мы бы очень хотели получить возможность конкурсных процедур, чтобы деньги все от этой конкурсной процедуры поступали напрямую в бюджет города Новосибирска. Существующий ныне порядок категорически не разрешает нам таких действий. Насколько этот порядок подходит такому большому городу, как Новосибирск? Это как раз центр притяжения. И, соответственно, сюда рвутся на любую точку, на любой пятачок, встать продавцы тех или иных товаров. Мы вынуждены соглашаться с частью ярмарок, которые, честно говоря, не несут никакой несоциальной доли в отношении наших жителей. Собственно говоря, формат проведения в устаревших палатках обветшал их. Мы, кстати, не имеем права требовать от ярмарок какого-то сейчас соблюдения, ну или там выдерживания какого-то кода, стиля. Поэтому, да, вот именно в этих вопросах мы видим проблемы. Белые медведи Кай и Герда из Новосибирского зоопарка помогут в сохранении редких видов. По программе международного сотрудничества их потомство отправят в другие страны. Татьяна Кияева увидела, как живут самые популярные обитатели Новосибирского зоопарка. У белых медведей обед. Герда выпрашивает десерт. Сотрудник зоопарка кидает в вольер морковь. Белые медведи обязательно должны есть овощи. Они – важнейший источник витаминов. Но основа рациона косолапых – рыба и мясо. Мясо достаточно такое жирное должно быть. И рыба либо красная, либо жирная. Это уже селедка, там салака. Пара медведей воссоединилась после долгой разлуки. Кай и Герда – многодетные родители. В 2018 году медведица родила двойню. Ради безопасности малышей родители ее расселили. Герда с детенышами жила в одной половине вольера, Кай – в другой. Прямо такой разлуки у них совсем не было. Они все равно понимали, что они где-то рядом. Поэтому встречаются они всегда очень бурно, очень интересно, очень феерично, красиво. И действительно, как-то и трутся друг об друга. И вот это вот обнюхивание, и какое-то порыкивание в то же время. Герда – хорошая мама. Играет с детьми, учит их плавать и рыть берлоги. Заботится о малышах. В сильные морозы греет их своим телом. Получить потомство от белых медведей для зоопарка – задача сложная. Этот хищник относится к числу животных с низким потенциалом размножения. Поэтому каждый медвежонок, которого Герда родила и вырастила – маленькое чудо. Впрочем, Новосибирский зоопарк славится именно тем, что животные здесь размножаются без проблем. Так у Кая Герды в 2013 году появился первенец – Шилка. Затем в 2015 родился Ростик, а в 2018 – Двойня – Норди и Шайна. Имена придумывали всем новосибирском. Медвежатам уже два года, они готовы к самостоятельной жизни. Норди и Шайну поселили в другой вольер специально подальше от матери, чтобы Герда могла принять Кая к себе. Брат и сестра спокойно перенесли переезд и перемены. Они не скучают, развлекают друг друга. Их вольеры расположены в закрытой части зоопарка. В будущее молодые белые медведи переедут еще дальше – в другие зоопарки. А воссоединение Кая и Герды дает надежду на очередное пополнение в медвежьем семействе. Татьяна Кияева, Даниил Смирнов, Новосибирская неделя. Такую мы увидели уходящую неделю. Еще больше полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости и в наших социальных сетях. До встречи! Новосибирск